Как заполняются справки 2 НДФЛ Сбербанки, налоговым агентам от Сбербанка, я вообще не понимаю. У меня не ушли там излишне уплаченный налог, и мне пришлось разбираться. Не понимаю, как они вообще создаются, да еще и с ошибками. В этом ролике мы поговорим про справку 2 НДФЛ, которую я получил от Сбербанка. Напомню то, что где-то в конце февраля, начале марта мы получаем эту справку. Что это за справка? Эта справка вообще создается налоговым агентом, работодателем, но тем человеком, который следит за вашими доходами и берет с них налог в казну Российской Федерации. И вам выдается справка, где показывает, сколько вы заработали, сколько уплачено было с налогом, какие виды доходов у вас были. Так вот, сегодня мы будем рассматривать именно справку 2 НДФЛ, не работодателя, так как я самозанятый, у меня нет работодателя, а мы будем рассматривать именно справку инвестиционную, от инвестиций в акции. И на примере Сбербанка. В этой справке, забегу вперед, сразу же скажу, там именно все, что связано с ценными бумагами. Там дивиденды, купли-продажи и тому подобное. Но почему я решил записать это видео? Ну, во-первых, чтобы разобрались вы, что в этой справке есть, как она формируется и далее. В этой справке была грубейшая ошибка. У меня был излишне уплаченный налог, но почему-то он не отобразился. Я подумал, может быть, она так и должна быть. Но самое интересное, то, что в брокерском отчете излишне уплаченного налога есть, а в справке 2 НДФЛ излишне уплаченного налога нет. И я подумал, может быть, так и должно быть. Ну, я решил позвонить на горячую линию Сбербанка, разобраться и составить заявку, что так и так я не могу вернуть налог из ФНС, потому что у меня нет излишне уплаченного налога. И налоговый это не видит. Ну, и они сказали, что в течение недели мне дадут ответ. И в итоге я ждал месяц, они три раза продлевали это время. И мне пришел интересный ответ, то, что был якобы технический сбой, и они якобы действительно ошиблись. Это все я вам покажу. Покажу их письмо. Сейчас сделаем обзор справки 2 НДФЛ. Покажу, что там, как там, с чем там идят и какая там была ошибка. Надеюсь, данное видео вам будет полезно. Разбираемся все детально во всех мелочах, в брокерских отчетах, во всех справках налога. И тем самым повышаем свою грамотность. И тем самым я повышаю свою грамотность. У нас, конечно же, лайк, подписка. И делитесь данным видео со своими друзьями. Еще будет много классных, полезных, технических видео. Все, как вы, друзья, любите. Ну, а теперь погнали сейчас на мой рабочий стол. На макбук я вам покажу справочку. Потом заглянем на мою электронную почту. И посмотрим там ответ Сбербанка, что они ответили на мою заявку. Вот так выглядит справка 2 НДФЛ от Сбербанка, которая нам приходит в конце февраля, в начале марта. Смотрите, здесь нас интересуют третий и пятый пункты. Первые два пункта. Там у нас в основном личные данные и информация о налоговым агентам, его данные и тому подобное. Давайте сейчас сделаем небольшой обзор этой справки. Что мне здесь не понравилось и что здесь не учли. И почему я подал заявку на то, чтобы мне корректно заполнили эту справку. И возможно, если ее корректно заполнили, то получится вернуть излишне уплачиваемый налог и через ФНС. Хотя, как мне Сбербанк сказал, то что большинство людей приходят возвращать через нас, типа в налоговую все равно отправляют именно к Сбербанку. И возвращают таким образом, которым возвратил я. Напоминаю, вот она. Обложка видео. Здесь я показывал, как это вернуть через отделение Сбербанка. И все тонкости, у кого нет возможности посетить отдел, здесь брокерское обслуживание. У нас здесь есть доходы, облагаемые по ставке 13%. Эта справка относится именно к брокерскому счету и именно к инвестициям в акции. Потому что нужно понимать, как я ранее сказал, справки у нас два НДФЛ разные. В каждой справке будет по-своему учен ваш доход и ваш аналог. Здесь все, что у нас связано с фондом рынком, именно инвестиции в ценные бумаги акций. Облигаций почему-то здесь нету и об этом мы сейчас поговорим. Что нам нужно знать? Доходы облагаемые по ставке 13%. Вот у нас есть месяца, идут их 12. И какой доход у нас был в какой месяц. Вот у нас код дохода 10.10 это дивиденды. Значит в январе мне было 743 дивиденда, 478 рублей дивидендов в феврале и так далее. Вот эта сумма это без учета 13%. Это полная сумма, которая нам поступила. Из этой суммы у нас берется 13% налог. И соответственно нам конечно же в брокерском отчете поступала сумма гораздо меньше. Вычета 13% налога. Далее. Еще вот здесь у нас есть код 15.30 это сделки купли-продажи с ценными бумагами. И вот общая сумма. Это уже именно чистая сумма дохода без учетов убытков. С убытком у меня эта сумма дохода гораздо больше. Потому что я продавал ленту ГДР. Код вычета видите 21. Вот этот код вычета был применен на убытки. Ну и сумма вот такая у меня и осталась. Здесь у нас идут налоговые вычеты. Налоговых вычетов у меня не было. Так я самозанятый. Мне они не полагаются. И дальше вот общая сумма доходов и налогов. Значит что нам нужно понимать. Общая сумма доходов. То есть всего мной за год было заработано 28.892 рубля. Как это получилось? Это получилось благодаря дивидендам, которые у нас составили. Вот они. Налоговая база. 18.515 рублей. И получилось вот это вот у нас 15.30. Код сделки по ценам бумага 10.376. Если это все прибавит, получится вот она общая сумма дохода. Но почему именно налоговая база у нас 18.000? Потому что вот эти 10.000 они не облагаются налогом, потому что были убытки. А вот это почему опять же облагается? Потому что это дивиденды. И с дивидендов, понятное дело, было взято 13%. Так вот, у нас с этих дивидендов взяли 13%. И у нас сумма налогоисчисления составила 2.407 рублей. То есть вот с дивидендов за весь год я, получается, заплатил 2.407 рублей. Сумма налогоудержания получается 2.381 и сумма переселения 2.381. Здесь я так в принципе и не понял, почему здесь стало меньше. Налоговая база уменьшилась. Сейчас там что-то еще, какой-то перерасчет, какое-то перечисление у меня было в письме, которое я вам сейчас покажу. Но пока мне это непонятно. Это все эти термины, думаю, со временем разберусь, не все так просто. И вот единственное, что мне здесь не понравилось. Сумма налога излишне удержана налогом агентом 0. А у меня должна быть она 14 рублей. Я вам сейчас покажу и напомню то, что у меня в брокерском отчете было 14 рублей. И из-за этого я вот ходил, возвращал эти 14 рублей. Здесь почему-то 0. А почему здесь 0, я так и не понял. Вот эти 14 рублей, это касалось именно облигаций. Но здесь у меня нет вообще облигаций. Я не понимаю, почему справки 2НДФЛ не указаны по облигациям вообще ничего и по купонам. Вообще код дохода купона 10.11. Здесь только есть дивиденды и только есть цены бумаги. То есть здесь только все про акции. А про облигации здесь вообще не срок. Облигации я не продавал, это ладно. Может быть, если бы я продавал, их тоже бы сюда бы и зашили в 15.30. А может быть, у них идет один код. А может быть, в 15.30 он идет и на акции, и на облигации. Но купоны, они идут 10.11.11. А дивиденды 10.10. У меня были там купоны 100 с чем-то, то ли 110 рублей. Они должны зашиты быть сюда. И, соответственно, здесь должны были быть 14 рублей. Но почему-то их сюда не зашили. Я узнавал, почему налога. Вроде как мне объяснили, что купоны, они как-то идут по какой-то другой налоговой базе. И как-то они рассчитываются по-другому, чем нежели именно сделки с ценными бумагами, акциями. Может быть, и сделки именно с купли-продажей облигаций тоже сюда бы шли. Но вот купоны, они как-то рассчитываются по какому-то своему моменту. И они именно перерасчитываются. Обратите внимание, в конце года. Потому что там есть еще НКД. Из НКД там НКД уменьшает налоговую базу. И поэтому брокер все время полный налог берет. А вот в конце как-то пересчитывает. Не знаю, почему так. Может быть, такое законодательство вроде бы как. В связи с этим я решил подать заявку у Сбербанка. Позвонил, говорю, почему у меня справка 2 НДФЛ вот так вот заполнял. Заполнилась вот таким вот образом. Что у меня нет излишне уплаченного налога. Из-за этого, из-за того, что здесь ноль. Налоговую не видят, что у меня есть переплата. А эта справка прикрепляется в налоговую. И я не смог через налоговую доказать, что у меня переплаты. Они нигде никак не видели. Даже какие-то разделы другие мои смотрели. И вот пришлось только ехать в Сбербанк. Но, как еще раз говорю, поговорю. Даже если здесь будет она видна, вроде как налоговая все равно отправляет в Сбербанк. Хотя через Сбербанк реально легко просто вернуть. Я это видео показывал, еще раз говорю вам. Все это на канале можете посмотреть. Мне прямо на следующие сутки вернули после заявления. Давайте сейчас я вам покажу вот этот налог и вот эту декларацию, которая пересчитывается в конце. Коротко. А отдельное видео у меня уже про нее есть. И потом я вам покажу ответ на мою заявку по поводу, почему у нее так вот некорректно заполнена справка и почему здесь нет купонов. И мне пришел ответ спустя месяц. Обещали через неделю. Они меня кормили-кормили завтраками. Все-таки прислали мне этот ответ. Вот я специально зашел на свой канал. Нашел это видео, где я показывал в нем свою таблицу. И вот видите здесь у меня сумма налога к удержанию или сумма излишней удерживания налога указывается знаком минусом. Вот она, минус 14. А в справке НДФЛ там то же самое есть. Сумма излишней уплачивания налога. Там стоит ноль. Видите, вот в этом-то и проблема. И вот он этот код 101111. Это у нас получается купоны. Про это видео я уже рассказывал. Вот они мне спустя месяц прислали ответ. И здесь вот зачитаю самое основное, что нужно понимать. В связи с технической ошибкой при формировании регистра налога учета в НФС не было передана информация о сумме излишней уплачивания налога. То есть они признали, что они ошиблись. Возможно, они затупили, освалили все на ошибку какую-то техническую. Не знаю. Просто в том году у меня не было облигаций. И у меня не было таких вот излишних уплаченных налогов. Поэтому мне сложно сказать, действительно ли у них была ошибка. У кого за прошлый год были облигации, напишите в комментариях, учтены в этом. В 2 НДФЛ у кого не было. Ну, значит, это у них как-то так заполняется. Они свалили все на ошибку. И тут вот по итогам налогового периода. Можно вот это все на паузу поставить и почитать. Интересует меня вот это вот. Именно решение. Расчеты удержания налога на доходы физических лиц. Российской Федерации. Там условиями депозитарного обслуживания. И вот здесь вот самое главное. Уточненные сведения о доходах физических лиц по операционным ценам по договору за 2021 год будут переданы банкам в налоговый орган в установленном порядке. Плановый срок 2 квартал 2022 года. И вот здесь вот в соответствии с такой-то статьей при обнаружении поданных в налоговый орган недостоверных сведений, а также ошибок, банк вносит необходимые изменения и предоставляет налоговый орган уточненные сведения о доходах физических лиц. При этом конкретных сроков для предоставления уточненных сведений не устанавливать. На основании уточненной отчетности налоговый орган вносит соответствующие изменения в отношении налоговых обязательств налогоплательщиков. Ну и здесь вот тоже информация. Тут они написали, извините за недост. Они отправят новую справку 2НДФЛ, я так понял, в районе где-то 2 квартала 2022 года, но они не сказали когда точно. На основании того, что они внесут изменения, ФНС тоже будет уже под них подстраиваться и тоже вносить изменения. Будем ждать, посмотрим, интересно, какая это будет справка, будет ли там учтен излишне уплаченный налог. Посмотрим, будут ли там купоны. Вот это вот очень интересно, 10.11.11, как они ее составят. И уже в следующем году мы посмотрим следующую справку, как она будет выглядеть. И посмотрим вот эту тоже справку, которую они мне сделают исправленную. Не знаю, может быть отдельно видео запишу, когда они мне сделают исправленную справку, посмотрим. Может быть 2 сразу в новом году и сравним. Ставь лайк, надеюсь данное видео было полезно, информативно. И теперь вы понимаете, что у нас есть справки 2НДФЛ, и как она должна формироваться. Также пишите свое мнение в комментариях, также пишите, правильно ли у вас были сделаны справки 2НДФЛ, или у вас точно такая же ошибка, и нет излишних уплаченных налогов, и нет купонов. Мне будет интересно это тоже послушать. Делитесь данное видео со своими друзьями, оно может быть им полезно. Ну и если до сих пор еще не подписались, то, как говорится, подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить очередное полезное техническое видео на моем YouTube-канале. На своем связи был я, Фокин Евгений, как говорится, начинающий инвестор. Всем пока, увидимся в новых видео. Что могу вам сказать, как всегда, стандартную мантуру, накапливайте капитал, инвестируйте и богатите. Ну и самое главное, не паникуйте.